Алло, Валь, привет, я сейчас не могу говорить, за мной следят. Короче, я себе взял на Алиэкспрессе новый смартфон, а он оказался запрещенным в нашей стране, прикинь. Все, давай я тебе позже перезвоню. Неужели у нас в России есть запрещенные смартфоны? И не только, еще некоторые другие устройства. И в сегодняшнем ролике я расскажу вам, какие именно запрещены в нашей стране. Поехали! А кстати, в конце вас ждет игра. Гоу, гоу, гоу! Скандал с Xiaomi на таможне. Наверное, многие слышали, а кое-кто даже столкнулся с тем, что его посылку с долгожданным смартфоном Xiaomi с Алиэкспресса наша российская таможня завернула на границы и направила обратно отправителю. Такая ситуация длилась всю весну и до середины лета прошлого года. Под запрет тогда попала продукция Xiaomi из любых иностранных интернет-магазинов. Причиной этому стало обращение компании Smart Orange, являющейся правообладателем бренда Xiaomi в России. Федеральную таможенную службу с просьбой включить всю линейку смартфонов этого бренда, поставляемых из-за рубежа, в перечень запрещенных к ввозу товаров. Проще говоря, официалам не понравилось, что им мешают торговать Xiaomi с хорошей наценкой продавцы с Алиэкспресс с более дешевыми ценами. Другого объяснения этому придумать невозможно. Таможенники не пропускали посылки с единичным товаром, даже физлицам. Такие действия противоречили законодательству, ведь оно ограничивает ввоз подобных устройств только с целью перепродажи. Ставь лайк, если ты или твои друзья попадали в такую ситуацию с непропусканием посылки с смартфоном на таможене. Многочисленные жалобы привели к тому, что ситуация была возвращена в правовое поле. Физическим лицам был разрешен ввоз единичных мобильных устройств Xiaomi. Подобная ситуация, но в меньшем масштабе, наблюдалась весной прошлого года и в Украине. Ее также удалось решить. Теперь Xiaomi пропускают и там. Какие еще смартфоны были запрещены в России? Во время всей этой истории с запретом ввоза через границу смартфонов Xiaomi с иностранных интернет-магазинов, начали фиксироваться случаи отказа таможней в пропуске мобильных аппаратов других марок. В частности, речь идет о смартфонах Sony, Philips и даже китайской марки Chuwi. Напишите в комментарии, слышали ли вы случаи отказа от ввоза на таможне гаджетов других брендов. Какие гаджеты запрещены в России на сегодняшний день? Определенные виды гаджетов, независимо от торговой марки, действительно запрещены к продаже на территории России. Большим пластом из этого массива идут устройства для негласного получения информации. Конечно, на ум в первую очередь приходят скрытые камеры. Однако на самом деле под эту статью могут попадать любые гаджеты, оснащенные микрофоном, диктофоном, компактной камерой и модулем GPS. Если на Алиэкспрессе заказать обычные умные часы, то на таможне их могут принять за устройство для негласного получения информации и слежения за человеком. Ведь некоторые модули смарт-часов для детей оборудованы GPS-модулем, микрофоном и сим-картом для прослушки, что происходит с ребенком. Поэтому, если подобные гаджеты заказываете с иностранных интернет-магазинов, будьте готовы, что их может не пропустить таможня. Сюда также попадают шпионские очки с видеокамерой, ручки и брелки с камерой и прочие гаджеты. Ставь лайк, если заказывал подобные гаджеты, и они дошли до тебя почтой. Еще есть такая категория гаджетов, как модели, которые не прошли сертификацию в России. Это означает, что покупая за рубежом новинку, которая еще не представлена официально в нашей стране, вы рискуете также не получить ее по почте. Ведь каждый новый гаджет должен пройти сертификацию. Соответствующие службы должны проверить, что он является безопасным и не противоречит законодательству. Был случай, получивший огласку о том, что житель Ульяновской области в 2014 году заказал новый смартфон Moto G из Германии. Из-за отсутствия российской сертификации и нотификации ФСБ посылку развернули на таможне и отправили обратно. Напишите в комментарии, слышали ли вы еще о подобных случаях. Помните, что подводных камней в нашем законодательстве довольно много. Зачастую мы о них не знаем. И наши покупки даже на Алиэкспресс могут стать противозаконными в юрисдикции России. А теперь сюрприз, пацаны. Новая игра. Правила просты. Вам нужно угадать, про что идет речь. Начнем с простого. Пять букв ассоциируются с яблоком и связаны с миром IT. Это очень просто. Первая буква A. Первый угадавший получит один балл и возможность выиграть крутой приз. Редактор субтитров А.